всем привет с вами снова дмитрий и в этом видео мы с вами из вот таких вот двух объектов сделаем вот такой объект то есть это будет логотип который можно вдавить или наоборот выдавить но самая главная фишка то что это на изогнутой поверхности то есть на кривой а сделаем это буквально за пять минут ну что ж давайте начнем это я по выкидываю сделаем все заново знаете что для этого потребуется потребуется изображение то есть самого логотипа желательно черно-белое и в хорошем разрешении вот ну можно конечно не черно-белое использовать я пробовал но честно говоря не очень хорошо получается переходим сюда на вкладку создать имидж выбираем референс и вот у меня черно-белое картинка чтобы выровнять нажимаем alt r на клавиатуре r английская и у нас ровненько стоит здесь создадим куб нажимаем control 5 на клавиатуре тем самым с пятью итерациями назначаем subdivision вот что получается не совсем ровный слегка угловатый применяем и назначаем каст модификатор сферы фактор на единицу теперь он стал шариком данный объект применяем так нужно отключить тут что у нас переходим сюда нажимаем правой кнопкой мыши ну конечно выделяем и правой кнопкой мыши trace image to grease pencil смотрите если у вас черно-белое то в принципе можете по умолчанию оставить но единственное толщину линии я на единицу резолюцию там на 8 короче говорит можно потом исправить нажимаем ok и вот она эта штука опять же здесь давайте сейчас покажу то есть если здесь видно то увидеть вот эту угловатость там всякое появляется и так далее и тому подобное мы ставим 8 это упрощение соответственно 0 это вот эти настройки будут играть вот это но собственно говоря это окошко нам уже и не нужно у нас образовался как бы новый объект теперь мы отключим наш референс выбираем наш объект и смотрим то есть это объект именно great pencil правая кнопка мыши без еку вон тут всякую ерунду пишет не суть важно и вот этот объект мы теперь убираем ну отключим просто вот что мы получили это у нас уже кув то есть обычная кривая с которой в принципе мы можем конечно поработать там правую кнопочку нажать при выделенных вершинках и допустим что мы можем здесь сделать упростить допустим можем децимейт соответственно здесь подберите какой-то параметр чтобы все дело попроще было вот кроме того у нас вот здесь вот resolution 12 стоит вот видите что происходит то есть я поставлю здесь там 20 25 к примеру вот смотрите обращайте внимание чтобы у вас там углы нормально были если чё если не нормальные уголочки то по практике соответственно кривые то есть направляющие вот если у вас все устраивает вот если у вас все устраивает правая кнопка мыши конвертируем в мэш теперь это уже мэш объект обычный отлично для того чтобы нам дальше работать желательно желательно это сделать более высоко полигональным видите у нас углы здесь всякие давайте нажмем control 2 тем самым применим сюда модификатор sub-division ну стало вообще все здорово и ровненько на первый взгляд давайте его применим вот возможно я конечно погорячился с control 2 ну ладно ничего может нормально на всякий случай сделаем следующее выделим все вершины нажмем m английскую by distance дистанция 0 при этом и видите удалено 3 вершины то есть вершины находились в одной точке ну нам это не нужно то есть на всякий случай это лучше сделать прекрасно так проверим здесь у нас все назначено назначим ну давайте увеличим смасштабируем как-нибудь там где он потерялся на виде сверху на виде сверху пускай вот так будет как-то ну в общем выставляем ровненько следующее следующее что нам нужно сделать мы будем применять инструмент под названием knife project для его использования требуется контур какого-то объекта вот наш контур объекта и собственно поверхность контур является мешем не линий сначала выделяем контур у нас заговорился контур через shift выделяем нашу поверхность и нажимаем tab у нас все выделено нам это не нужно кстати у шарика ну в принципе этой плотности достаточно переключимся на полигоны курсорчик к нашей поверхности L английская на клавиатуре это выделит весь элемент для использования инструмента knife project важен вид с которого вы будете это делать вот будете вот так вот делать как-то криво косо еще какой-нибудь вид перспективы возьмете и будет очень некрасиво именно вот так он и спроецирует эту линию на поверхность так скажем поэтому вид ортографический и какой-то прямой то есть сверху там справа слева снизу как хотите вот я топ ортографик взял теперь переходим в mesh knife project кликаем вот что у нас получилось теперь теперь эти полигоны нам остается собственно говоря либо вдавить либо выдавить вот но для начала я предлагаю назначить материалы сделаем control и просто так удобнее лично мне можете не делать control и и назначим материал это вот этот будет материал control так я назначил назначим control и обратно и второй материал сразу же его подкрасим какой-нибудь цвет чтобы нам его видно было отлично переключаемся на полигоны и экструдируем в данном случае я по оси z буду экструдировать ну либо так либо так как вам будет угодно и вот что мы получили давайте скроем вот этот тот объект он нам не нужен вот здесь вот проявляются такие некие мелкие артефакты то есть чем плотнее сетка тем их меньше будет заметно но к сожалению по-другому не получается здесь придется либо руками подправлять каждую эту вершинку либо делать более плотные сетки везде и в принципе их будет незаметно но самая главная дальнейшая фишка мы назначаем shader smooth у нас появляются артефакты с которыми легко бороться вот сюда нажимаем то есть нормали auto smooth ну здесь по умолчанию собственно говоря вот что мы получили остается по сути только назначить материалы отрегулировать точнее ну и все остальное вот такая вот картинка ну а у меня получилось соответственно то что я вам уже показывал что ж если видео нравится не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал и вступайте в группу blender style ссылочка будет в описании это группа вк стена открыта хвастайте своими наработками делитесь проектами обсуждайте их и так далее и тому подобное всего доброго до новых встреч 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 к